Российское государство предо многими иными землями преизобилует и полезными металлами и минералами приблагословенно есть, которые до настоящего времени безо всякого прилежания исканы. Надо, чтобы Божие благословление в туне под землей не оставалось. Петр Романов, Берг Привилегия В 1771 году императрица Екатерина назначает президентом Берг-Коллегии, говоря сегодняшним языком, Министерство природных ресурсов Михаила Федоровича Сойманова. Он практически сразу начинает готовить документы для учреждения в столице Высшего училища по горной части. 21 октября 1773, заслушав доклад Сената, императрица начертала «Быть посему». Эта дата стала днем основания Горного института и одновременно днем рождения Высшего технического образования России. Случилось это через неделю после восстания Пугачева и за три года до объявления независимости США. В 1811 закончилось строительство сегодняшнего здания по проекту Андрея Воронихина. А к середине 19 века вчерашние кадеты уже могли похвастаться, например, открытием Аляскинского золота или проектом Благовещенского моста. Не говоря уж о том, что именно им мы обязаны даже шпилем Петропавловки. Перечислять же ноу-хау в области добычи и металлургии, появившиеся на свет в этих стенах, не имеет никакого смысла. Полторы сотни лет в стране просто не было другого Горного КБ. В течение многих лет здесь учились, преподавали, творили такие выдающиеся деятели мировой науки, как, например, Павел Аносов, Станислав Кербец, Павел Мельников, Герман Гес, Борис Бокий, Александр Скачинский, Николай Курнаков, Александр Герман, Евграф Федоров, Александр Карпинский. Удивительно, но среди 43,5 тысяч выпускников института целая плеяда писателей и поэтов. Александр Бестужев-Марлинский, Петр Анинков, Андрей Битов, Егор Ковалевский, Владимир Обручев, Иван Ефремов. Горный институт заканчивал даже Петр Врангель, последний верховный главнокомандующий русской армии. В 1773-м в Горный кадетский корпус было принято 26 кадетов. За 231 год это число увеличилось в 231 раз. Сегодня здесь занимается около 7 тысяч человек, из них почти 4,5 тысячи очно. В Горном самый высокий среди технических вузов страны конкурс, 4,5 человека на место, тогда как в среднем по России 3,5. Шанс поступить сюда имеют только круглые отличники. На 40 кафедрах студентов обучают всем профессиям необходимым минерально-сырьевому комплексу Российской Федерации. Основные направления – геологоразведка, добыча полезных ископаемых, металлургия, горные машины, экономика. Традиционно популярны специальности для нефтяной и газовой промышленности. Горный – первый и единственный политехнический вуз в российской горнодобывающей отрасли. Здесь самая высокая в системе Минобранауки степень компьютеризации учебного процесса. Более 285 компьютеров на 1000 студентов. 85% профессорско-преподавательского состава, а на специализированных кафедрах – до 100, кандидаты и доктора наук. Мощная учебно-лабораторная база занимает общую площадь более 150 тысяч квадратных метров. При этом горный постоянно обновляется. За последние 7 лет здесь полностью реконструированы сотни помещений. В том числе столовая для студентов и преподавателей, спортивный комплекс с игровыми и тренажерными залами, актовый зал на 550 человек, аудитории и лаборатории общей площадью до 70 тысяч квадратных метров. При этом они буквально нашпигованы приборами, которых на территории нашей страны единицы. Вот это, например, уникальная спутниковая система GPS, позволяющая определить местоположение геолого-разведочной партии, находящейся посреди тайги, с точностью до квадратного сантиметра. Газпром, Сургутнефтегаз, Киришенефтеоргсинтез, Алроса, Русский уголь, Юж-Кузбассуголь, Апатит и Фосагра, Норильский никель, Новотек, Дебирс, Карл Цейс, Хьюлитт Паккарт. Вот далеко не полный список компаний, с которыми сотрудничает горный институт. Студенты и аспиранты проходят в них производственную практику и по окончании учебы, как правило, получают работу. В числе партнеров ВУЗа даже целые субъекты федерации – Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, а также наиболее значимые ВУЗы мира, куда студенты регулярно выезжают на стажировки и конференции. Выпускники горного сегодня руководят крупнейшими предприятиями минерально-сырьевого комплекса, занимают высокие посты в органах государственной власти. Они востребованы. Горный институт – это еще и научно-исследовательский центр, высочайшая техническая оснащенность которого позволяет ему успешно решать сложнейшие практические задачи. Например, с помощью уникальной аппаратуры одного из основных партнеров ВУЗа – канадской фирмы Phoenix Geophysics – возможно на самом современном технологическом уровне производить поиск, разведку и оценку нефтегазовых месторождений. По заказу крупнейших топливных компаний ученые Горного ежеквартально выезжают в геологические экспедиции, где происходит уточнение данных месторождений и рудопроявлений. Составленный специалистами института Первый геологический атлас России удостоен государственной премии. На грант Американского фонда поддержки и развития гражданских исследований оборудован научно-образовательный центр, куда входят более 20 исследовательских лабораторий. В одной из них, используя новейшую разработку фирмы Oxford Instruments, специалисты безошибочно определяют состав сложных сплавов и смесей с точностью до сотой доли миллиграмма каждого химического элемента. В другой стоит электронный микроскоп японской фирмы Geol. Он способен находить мельчайшие вкрапления в минерал, металл или породу любого элемента таблицы Менделеева. Парадокс, но работать на нем приезжают сюда ученые из США. У них на родине такого аппарата нет. Неудивительно, что по результатам международного рейтинга научного вклада 2004 года, СПГГИ получил высшую награду Международной комиссии по продвижению изобретений. А разработки его ученых отмечены на мировых выставках научных достижений только за те же 12 месяцев двумя десятками медалей, львиная доля из которых золотые. 230 тысяч экспонатов. Почти все уникальные. Например, полуторатонная глыба малахита, самородок меди, у которого есть имя «медвежья шкура», плита поющего нефрита. Единственные в своем роде и потому бесценные образцы минералов. Все известные науки – металлы, богатейшая коллекция метеоритов, великолепные исторические залы, палеонтология. Все это – горный музей, ровесник института, одно из крупнейших естественно-научных собраний мира. Крупнее только британский. В июле 2004-го патриархом московским и всея Руси Алексием был освящен воссозданный храм святого преподобного Макария Египетского, покровителя горняков. Основанный Александром II для вящего утверждения воспитанника в законе веры, домовый храм Горного института до революции был таким же признаком корпоративной касты, как, например, мундиры и кортики. Почти 80 лет церковь планомерно разрушалась. В 1998-м было принято решение восстановить замечательную традицию. 17 мая 1774-го у петербургских книгопродавцев были закуплены 70 томов книг по горному делу, геологии, металлургии, физике, химии, математике для Горного училища. Так начала свое существование Первая горно-техническая библиотека России. Сегодня это полтора миллиона книжно-журнальных изданий, в том числе архив Василия Татищева, рукописное издание 15-го века, самое полное собрание сочинений Великого Агриколы. Уникальность библиотеки в том, что она открыта для всех – ученых, преподавателей, студентов. Горный институт сегодня – это еще и бесконечная череда международных форумов, симпозиумов, конференций, актовые лекции крупнейших политиков, предвыборный штаб губернатора Петербурга и дважды президента Российской Федерации. Но самое главное – это лицо. Лицо минерально-сырьевого комплекса страны, его настоящее и, конечно, его будущее. Потому что прежде всего, первый технический вуз России – это лучшее в стране академическое образование в области геологии, горного дела, металлургии, экологии и менеджмента. Продолжение следует...